МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире по-прежнему ННТВ. Вы смотрите программу «Объективное интервью». Мой сегодняшний гость – Александр Анатольевич Герусименко, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Добрый вечер! Добрый вечер! Ну вот, собственно, главный к вам вопрос. О дороге и весна. Весна – это самая горячая для дорожников пора, самая активная, самая непредсказуемая. Что касается результатов по прошлому году? Что уже было сделано? Сколько километров дорог отремонтировано в 2014-м, и к ним можно не прикасаться? И что новое необходимо сделать за это лето? Потому что осень, как всегда, придет незаметно. Ну, конечно, у нас хозяйство Нижегородской области очень большое. Областных дорог в нашей, собственно, сегодня 13 тысяч километров. Состояние, конечно, есть над чем работать. Действительно, у нас очень сеть изношена. Но надо сказать, что по прошлому году, если оценивать результаты 2014-го года, то мы по областным дорогам отремонтировали порядка около миллиона квадратных метров покрытия. То есть если это приравнивать к симметраму, то есть порядка, ну, сегодня, надо сказать, свыше 100 километров автомобильных дорог. Кроме этого, из Средизодорожного фонда было направлено субсидии на приведение дорог в нормативное состояние в городе Нижнем Новгороде и в муниципальное образование города Сергача и города Бор. То есть на эти средства, где-то было потрачено порядка 280 миллионов рублей. Мы отремонтировали около 520 тысяч квадратных метров покрытия. То есть в основном, конечно, дороги были выполнены с применением себе ночномастичных асфальтобетонов, что опыт уже показал в предыдущих лет, что покрытие работает идеально в наших условиях. Ставна горитняя. Да, то есть надо сказать, что пятилетнюю гарантию в основном все покрытие везде работает довольно-таки уверенно. Мы за это отвечаем. И сказать уже, и подрядчики набили себе руку. И то, что уже эту технологию освоили многие подрядные организации, поэтому не вызывает никаких опасений по поводу того, что именно покрытие, которое уложено было в прошлом году, свои гарантийные обязательства надо работать. То, что касается 2015 года, конечно, задачи меньше. То, что мы сделали, однозначно не будет. По областному бюджету мы направляем около 600 миллионов рублей на ремонтную программу. То есть задача у нас ставить свыше 100 километров дорог, привести в нормативное состояние. Это как и автомобильные дороги, так и искусственные сооружения. Поэтому работы у нас достаточно очень много. Я считаю, что те цели, которые перед нами стоят, они будут выполнены в отведенные сроки. Обычно все волнуются. Конечно, мы выдержим те температурные режимы, в которых необходимо выполнить данные работы. Ну, я думаю, в любом случае, в сентябре-октябре мы так или иначе с вами встретимся в этой же студии. Можно уже будет подвести какие-то итоги. Ну, вот автомобильные дороги, о которых вы говорите, это в немалой степени надежда жителей области. Что же касается нижегородцев? Любимая тема – дачи. Дачи и лето. Борский мост. Стройка на, пожалуй, едва ли не самом долгожданном объекте, дублерь Борского моста. Вот темпы работы, сложности. И главный вопрос – совершенно непредсказуемая погода. Паводок, который может быть, он не помешает работе строителей? И насколько к этому готовы? Ну, сам по себе, конечно, объект в масштабах не только Нижегородской области, а, наверное, в масштабах всей Российской Федерации, конечно, объект очень значим. Во-первых, стоимостные показатели – порядка 13 миллиардов. Во-вторых, мы это все строим за счет средств областного бюджета. И, в-третьих, конечно, это мост. Мост через Волгу – это второй у нас мост, который есть в протяженности его 1,6 километра. То есть, конечно, это грандиозное событие для всех. Не только для нас нижегородцев, но, естественно, и такая очень серьезная нагрузка на бюджет. В 2013 году мы начали данный контракт. На сегодняшний день мы освоили порядка 2,6 миллиарда рублей. В этом году предусмотрено финансирование по графику 2,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день работы ведутся, надо сказать, что с большим опережением от существующего графика на конец квартала выполнение составляет около 2 миллиардов рублей уже по текущему фактическое состояние. Но нужно сказать, что касается паводка, здесь вообще опасений никаких не должно быть. Во-первых, все-таки, слава богу, то, что у нас очень серьезная генподрядная организация сегодня выполняет данные работы. Это мостотрест. Они понимают всю сложность и важность данного объекта. С паводковым мероприятием они встречаются не впервые. Тем более им доверено строительство такого крупного объекта, как мост в Крыму. То есть мы это знаем через пролив. То есть задачи и губернатор ставил перед генподрядной организацией. Ну и, естественно, они сами выполняют их с достоинством. На сегодняшний день на уровень паводкового подъема воды, на сегодняшний день укрепительная работа на всем протяжении выполнены. И самое главное, нужно отметить то, что буквально недавно производились работы, уникальные работы. Это как раз монтажу русловых опор. Это три русловые опоры, которые находятся у нас прямо в русле. Водопонижение было сделано порядка до 9 метров. То есть представляете состояние реки. То есть даже если вода поднимется, сложности ожидать не стоит. Уже сегодня все опоры, все три опоры, уже массивные опоры подняты, выше паводковых вод. Одна опора уже стоит поднята на проектную отметку русловые. И я так думаю, в любом случае, даже по графику мы это понимаем, что до конца апреля все три береговые опоры будут смонтированы в полном объеме. На сегодняшний день также ведется берегу монтаж пролетных строений, русловых пролетных строений. Это же на стапелях. Работа уникальная. Сегодняшний день проводится. И уже после того, как будет закончен монтаж опоры, мы увидим, как... Я считаю, что это просто уникальная работа. Это когда в русловых с реки будет монтироваться именно пролетные арочные строения. То есть это грандиозное сооружение, которое будет подниматься с воды, монтироваться на эти опоры. И наши нижегородцы увидят, как это все будет, конечно, выполнено очень профессионально. Если ваш оптимизм материализуется, то остается только дождаться момента и прям не полениться подъехать посмотреть на процесс. Ну, это действительно стоит на что посмотреть. Это, я говорю, как и само строительство, вот именно опор происходило. Это действительно интересная работа. Тем более монтаж пролетных строений. Не поленитесь обязательно съездить. Картина будет, конечно, такая... Не так часто это происходит вообще в Российской Федерации по поводу того, что пролетные строения монтируются из реки, именно с флота. И мы видим полное основание того, что те денежные средства, которые заложены в контракте, без всяких проблем они будут освоены. Если говорить вообще о строительстве всего моста, как обстоят сегодня дела, то надо сказать, что вообще практически сам мост с подходами, со всеми опорами уже практически у нас имеет очень серьезную готовность. Вот подходы, и дальше я чуть расширю. Это же, знаете, когда только возникла информация о том, что вот начинается это строительство, ну, вы как любой чиновник знаете, что среди народа обязательно будет кто-то, кто будет пупнить. Вот ключевой вопрос был, ну да, пробка с одного места, с месяца на другое. Ведь мост – это не только мост, это рядом с ним о новой дорожной развязке. Вот насколько, с вашей точки зрения, интересен и полноценен их проект, и в какой стадии подготовка к их строительству? Ну, если многие, наверное, видели ролик, который мы всегда показывали, и он идет на всех председательных материалах, как будет организовано движение при строительстве данного объекта. В строительство данного объекта входит не только мост, но и дамба длиной 8 километров, и плюс слева и справа стороны берега будут построены развязки. Но, к сожалению, наверное, доля истины есть в том, что пробка смещается с одного направления в другое. Мы на сегодняшний день понимаем, какие проблемы сегодня в этом существуют. Мы работаем в этом отношении, и мы понимаем, конечно, что мы не должны останавливаться на достигнутом. Сегодня уже губернатор поставил перед нами задачу, мы ведем предпроектные проработки. Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области, сегодня занимается проработкой, после того, как мы заканчиваем строительство, вдоль железной дороги будет еще построена автомобильная дорога, которая выйдет около деревни Золотого, для того, чтобы максимально решить вопрос, связанный с пробкой в стороне около Бора, и весь транзитный поток транспорта, который пойдет, он будет выведен за пределы города Бора. То есть он будет поделен, и таким образом разгрузка произойдет? Да, поделен, абсолютно правильно. Частью, которые уйдут в Бор, они будут сами по себе двигаться в сторону Бора, а остальное направление будет выведено в сторону Кирова. И никаких проблем с движением в этом направлении я не вижу. Ну, теперь предлагаю оторваться от действительности ввысь. Вот прежде чем я задам следующий вопрос, давайте посмотрим сюжет. Когда новый терминал международного аэропорта Стригина откроется, он будет пропускать до 800 пассажиров в час, а в год двигаться по четырем телетрапам и пройти через одну из 19 часов регистрации оформления багажа. Дождаться своего рейса в просторной комфортной зоне ожидания смогут полтора миллиона пассажиров. К их услугам кафе, магазины и масса видов сервиса международного класса на трех надземных этажах терминала. И, естественно, летать из нижнего пассажира смогут по расширенному спектру направлений. Естественно, когда будет новый терминал, создаются предпосылки для привлечения новых перевозчиков. Но даже если вы посмотрите за нашей деятельностью в пределах последних четырех лет, потому что мы управляем аэропортом, у нас уже произошла революция пассажирских перевозок. Мы в прошлом году превысили отметку 1 миллион пассажиров. Срок сдачи первой очереди нового терминала Стригинского аэропорта – 2015 год. Подрядчики рассказывают главе региона, что уже сегодня монолитные конструкции каркаса готовы на 90%. Валерий Шансов дает поручение уже в первых числах апреля полностью закончить работу по возведению и приступить к его отделке. Проект модернизации нижнегородского аэропорта Стригина и строительство интермодального транспортного узла даст Нижегородской области дополнительные возможности для развития бизнеса и туризма. А это и новые рабочие места с достойной зарплатой. И повысит комфорт пассажиров, обеспечив международный уровень обслуживания авиаперевозок. Но, по мнению губернатора, пригласив гостей в эффектные воздушные ворота, следует обеспечить их комфортное передвижение по областному центру по земле. Аэропорт не может быть без инфраструктуры, потому что надо сюда и подъехать, и надо отсюда вывезти своевременно всех пассажиров. Поэтому мы параллельно делаем дублер нашего сообщения по Комсомольскому проспекту. Этот дублер будет готов уже к 2018 году. Новая трасса. Одновременно с этим здесь будет монтироваться станция Стригина при условии, если будет реализовываться проект высокоскоростной магистрали. Но даже если не будет, будет связь с московским вокзалом, пригородным поездом, как это делается в Москве, с тем, чтобы можно было спокойно попасть сюда без автомобильного транспорта. Плюс организованы современные стоянки автомобильного транспорта. И вот сочетание автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, это будет нормальный транспортный пересадочный узел. Сейчас аэропорт Стригина встречает рейс из Египта. Пассажиры говорят, что возвращаться в Межгородский аэропорт после, к примеру, Шарм-эль-Шейха пока легкий шок. Но отмечают, что новый терминал строится на глазах. Были за границей, и там их, конечно, очень широко. Там столько подъездов к аэропорту. А аэропорт сам вообще, это гуляешь и гуляешь, и свобода, и сколько всего. Интересно, конечно. Ну, уезжали пески, а приехали здесь все застроено. Так что ширше, больше, красивше. Одно всегда нужно. Тем более, сейчас свободно летаем за границу. И, естественно, все сравнивают, что за границей, что у нас. Поэтому, конечно, хочется, чтобы было более цивилизованно. Нижний Новгород – один из крупнейших городов России. И я думаю, что аэропорт – это как раз одна из визитных карточек города. Поэтому крайне он важен и нужен для нас, и для нас, и для гостей города. Ценим то, что инфраструктура города развивается, улучшается. Наш город становится привлекательной и для жителей, и для гостей. Вместе с комплексной реконструкцией аэродромной инфраструктуры обновят и серьезно реконструируют взлетно-посадочную полосу. Как говорят специалисты, ее усилят, и она станет длиннее, до 3000 метров по международным стандартам. Общий объем инвестиций в проект свыше 3 миллиардов рублей. Еще одна масштабнейшая, пожалуй, для Нижнего стройка, которая связана и с развитием транспортной инфраструктуры региона, и с тем, что в Нижнем 2018 году пройдет большой чемпионат по футболу, это, безусловно, Стригина – строительство нового международного терминала. Причем, как я понимаю, это не только здание терминала, но еще и много-много всего дополняющего его. Вот что касается стадии, в которой находится реализация проекта, и откройте секрет, что там будет в конечном итоге. Ну, на сегодняшний день, если говорить о том, что мы сегодня с вами увидели, это строительство терминала, это одна первая очередь из трех очередей, которые мы вообще увидим в дальнейшем. На сегодняшний день надо сказать, что большую работу провело правительство нашей области, и Валерий Павлович конкретно, по поводу нахождения инвестора. Сегодня очень серьезный инвестор к нам зашел, это группа компании «Ренова» совместно с нашей компанией «Ман». Сегодня ведется серьезное строительство терминала, и мы прекрасно понимаем, что в этом году, уже как Валерий Павлович говорит, что Новый год мы будем праздновать именно в аэропорту, имеем в виду, что будет открытие терминала однозначно. То есть, конечно, это въездные ворота, это шикарный терминал, это 28 тысяч квадратных метров, это пропускная способность свыше 800 тысяч человек, это комфорт, это четыре рукава, которые будут направлены трапом на посадку воздушных судна. Но это один из этапов, который мы сегодня делаем. Кроме этого, и строительство взлетно-посадочной полосы, и реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая будет осуществлена за счет средств федерального бюджета, стоимостью оценят порядка 7 миллиардов рублей. И самое-то главное, что на сегодняшний день к чемпионату мира в районе аэропорта, для того, чтобы обеспечить доступность до стадиона всех болельщиков, которые будут прилетать, к нам будет строиться, реконструироваться и строится проспект молодежный, это с аэропорта практически прямой выход будет первой технической категории дороги, опять же, развязки в двух уровнях, и строительство высокоскоростной магистрали. На сегодняшний день уже объявлены конкурсные процедуры по проектированию данного объекта. А проспект Ленина, так сказать, не будет перезагружен? Нет, наоборот, это как раз разгружается, делается все возможное для того, чтобы разгрузить все основные направления, чтобы без препятствий с аэропорта было движение, организованное в сторону города, и легко было добраться до строящего стадиона, который мы построим в ближайшее время. Ну, дай бог, к Новому году, как вы утверждаете, уже будет на что посмотреть, мы будем ждать этого момента. Мы говорим о терминале. Мы говорим о терминале. И вот вы уже сказали, на мой взгляд, вот в этом ответе две ключевые вещи, что мы не одни. Есть федеральная поддержка, есть инвесторы. В этом году правительство области, несмотря на всем очень хорошо известные экономические трудности, на крайне простую ситуацию, удалось за счет привлечения средств федерации добиться в 10 раз увеличения финансирования строительства третьей очереди южного обхода Нижнего Новгорода. Тоже стройка давняя, стройка, окончание которой очень многие ждут. Сумма составила 2 миллиарда рублей. В какой стадии этот объект сейчас? Если можно загадывать, когда уже по нему можно будет проехать, ну или хотя бы пока просто в какой стадии? Вы правильно отметили, что если даже наши два объекта ставить на одни весы, то, наверное, с моей точки зрения, как министра, я могу сказать, что все-таки обход Нижнего Новгорода для нас приоритетным является объектом. Ну, объект такой с историей, с бородой. В 2007 году начато было строительство, потом, вы прекрасно помните, были проблемы с финансированием. За счет области мы продолжали. Тогда ведь можно было полагать, что уже в 10-м будут по нему ездить. Да, все к этому ушло, но произошло так, что на сегодняшний день, как бы то, что мы имеем на сегодняшний день, по большому счету, со своей стороны правительство выделяло финансирование на строительство данного объекта. Он велся небольшими темпами, объект не был заморожен. Конечно, были определенные опасения, что тяжело реанимировать объект, его вывести на какой-то проектный уровень, для того, чтобы все-таки его вывести, ввести объект в эксплуатацию. Но надо сказать, что все-таки генпотрядная организация, фирма «Магистраль», которая считает строительство данного объекта, под контролем главного управления автомобильных дорог, все специалисты навалились на данную проблему и решили серьезные такие движения вперед, и объект вышел на проектную мощность на сегодняшний день. Финансированную правильную отметили. Оно на 1 января составляло порядка 50% объекта. Уже в прошлом году мы освоили полтора миллиарда рублей. И в этом году действительно из бюджета Нижегородской области на финансированные данные объекты направлено на миллиард рублей. С Федерацией миллиард рублей добавляет. И вот Валерий Павлович решил такую серьезнейшую задачу, которая, мы вот видим, действительно влияет на ввод объекта в эксплуатацию. Это дополнительно было привлечено на строительство данного объекта 980 миллионов рублей. И сказать, что именно благодаря как раз этим привлечениям делаются серьезные шаги вперед. Объект с протяженностью 14,6 километров. И уже надо сказать, что на сегодняшний день 13,6 километров уже земляное полотно уже практически готово. Осталась одна больная проблема – это коммуникация. То есть все-таки мы понимаем, где находится обход Нижнего Новгорода. Это Сибур, это Лукоил, это крупный нефтепрорабатывающий наш завод. Конечно, там довольно-таки очень много пересечений газопроводов, нефтепроводов. Поэтому есть над чем поработать, но задача стоит перед генподрядной организацией. Заказчик поставил, чтобы до конца года закончить полностью с выносом коммуникации и сомкнуть те участки, на которых у нас отсутствует земляное полотно. То есть мы больше никаких проблем не видим, потому что объект действительно уже имеет практически полное очертание. И надо сказать, что в 2016 году бесспорно этот объект мы ведем в эксплуатацию. Хотя по контракту надо сказать, что 2017 год. Я как раз и хотела переспросить. Вы упомянули Бор, в котором мы идем по строительству моста Дублера с опережением. Вы упомянули Южный обход, в котором мы опять же, ну, учитывая все моменты конца 90-х, опять же идем с опережением. А самый главный вопрос всегда – лучше медленнее, но качественнее. Насколько серьезно здесь контролируется качество? Вот мы уже, так сказать, с вами поговорили обо всем, что запланировали, но есть три минутки. Я хочу понять, делается это на ответственности людей, которые занимают серьезные посты в соответствующих структурах, или это делается на опаске жесточайшего контроля? Как вы можете быть уверены, что вот эти вот написанные на бумаге гарантии, что они действительно сработают? Вы знаете… Как это? Совесть подрядчиков, вот. Ну, тут можно говорить и о совести подрядчика, и о имидже подрядных организаций. Ну, на сегодняшний день тяжело сказать, что подрядные организации, которые занимаются такими крупными объектами, они направлены на какие-то некачественные объемы работы. Во-первых, очень сильно у нас заказчик на сегодняшний день, главное управление автомобильных дорог, обладающее полным спектром специалистов и лабораторий, которые контролируют качество выполненных работ. Вот. Кроме этого, мы понимаем, что это федерально финансированные, федеральные органы… И спрос будет, соответственно, оттуда. Да. Федеральные органы, они не дают нам дремать, они систематически работают на объекте, они проверяют. Вот буквально у нас в конце года была проверка федеральная. Конечно, замечания всегда есть. Проблемы на таких объектах, конечно, не возникают, но они не настолько существенны для того, чтобы повлиять на качество выполненных работ. Я сегодня могу с твердостью сказать, что специалисты как заказчика, так и подрядных организаций, которые занимаются строительством данного объекта, не вызывают никаких опасений по поводу того, что на данном объекте будут выполняться работы некачественных. То, что касается гарантийных обязательств, вот об этом как раз и не стоит переживать очень сильно, потому что все это прописано в контрактных условиях. За этим следят специалисты, технадзор. Надо сказать, что на сегодняшний день и подрядные организации, которые строят не только такие крупные объекты, но даже малые объекты, малые автомобильные дороги, я имею в виду с низкой интенсивностью движения, это пятая, четвертая техническая категория, сегодня не находятся тех подрядных организаций, которые могут не выполнять своих гарантийных обязательств. Хотя исполнение гарантийных обязательств на вновь построенных объектах, оно незначительное. Это размывы земляного полотна, это, может, какие-то деформативные условия на кромких проезжей части. То есть это не так очень страшно, которое влияет, в принципе, на состояние всего объекта. Ну, то есть кадры решают все, и, резюмируя ваш ответ, с кадрами порядок. Кадры проверенные, кадры надежные. Спасибо большое, что провели эти 25 минут с нами небольшой ловерды. Вот как бы мы ни ругали дорожников, вы знаете, дорогие друзья, огромное количество автомобилистов, кто много мотается по стране, утверждают, что в Нижегородской области далеко не плохие дороги. Очень хочется, чтобы к ним подтянулись еще непосредственно Нижегородские дворовые территории. Но об этом в другой программе с другим героем. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин